Алина Шаяхметова играет с новым питомцем. Этого щенка семья взяла из-за того, что девочка никак не могла успокоиться после гибели своего прежнего любимца. Пес Рыжик жил в доме почти два с половиной года. И Алина души не чаяла в своем питомце. А он платил взаимностью и защищал хозяйку. Один раз с горы спустился пьяный мужчина, а собака, то есть Рыжик, стал его отгонять. Мужик испугался и спрятался в пристрой. Потом через окно пролез к соседям. Она добрая была, она ни на кого не бросалась. Встретит, проводит, до дому доведет. Вообще потом смотрю, не стала Рыжика. Но недавно семья лишилась Рыжика. Пес угодил в капкан. Стальную ловушку оставил один из соседей прямо у своего дома в черте города. Только каким-то чудом туда не угодил кто-то из соседских ребятишек. Ко мне в этот же момент прибежал парнишка. Он, видно, узнал, чья собака. Ей сказал, что ваша собака попала в капкан. И я когда с ним уже поехал, он сказал, что собака уже умерла. Сосед, поставивший капкан, с Булатом даже разговаривать не стал. Вся семья несколько дней горевала по Рыжику. Пса похоронили в огороде. После хозяин погибшей собаки написал заявление в полицию. Однако уголовное дело так и не возбудили. В отношении данного гражданина составлен административный протокол по статье 7.17 уничтожение и повреждение чужого имущества. И данного гражданина влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей. Оказалось, такой случай в этом районе не один. Местные жители уже жаловались полицию, что в капканах соседа гибнут их домашние питомцы. По словам эксперта, сейчас людям можно судиться за компенсацию. При этом нужно доказать, что погибла именно их собака. У любого породного животного, во-первых, есть родословная либо метрика щенка, во-вторых, у него есть клеймо, либо чип, установленный и внесенный в базу данных ветеринарной службы. В принципе, и свидетели, которые подтвердят, так как это у нас все-таки гражданское судопроизводство будет, свидетели, которые подтвердят, что это животное действительно принадлежало именно конкретному владельцу. В случае с простой дворнягой только свидетели будут давать показания. Булат Шаяхметов уже подал заявление в суд, оценив ущерб в 36 тысяч рублей. Кроме того, мужчина создал петицию, которая приобрела уже международный резонанс. Ее подписали более двух тысяч человек. Откликнулись жители Таиланда, США, Канады, Египта и других стран. Сейчас красноуфимец думает пожаловаться в местную прокуратуру. Ведь неясно, где в следующий раз сосед захочет поставить капканы.